МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадоэ компании Гомель. У студии працуэ Наталья Игнатенко глядзите ухэтым выпуску. Беларусь памятая Гомель сёння сустреу молодёжный марафон 75. Не покинуть без подтрымки сессию областного совета депутатов сёння просвятили пытанием социальной обороны и садзенничание занятости насельництва. Братьба протягивается, сельско-господарчие предприемства и фермеры справляются с наступствами протяглой засухи. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Сёння Гомель прымау молодёжный марафон 75. Просвеченный 75-й годовень и вызволение в Беларуси и перемозе советского народа у Великой Айчинной войне. Основное мероприемство марафону – стварение коллективного полотниша и альбома «Беларусь памятая», а так само проведение открытых диалогов и работы интерактивных пляцовок с подробязностями наши корреспонденты. Марафон стартовал 11-го шэрвеня «Калястылы. Минск. Город-герой». У Гомеля яго удельники перш за всём проводят митинг на Аллее Героев с ускладанием вянков и кветок. Молодь – ушановая память об Великой Айчинной войне. И марафон 75 – яша одно тому подтверждение. И упратяг – представление регионального полотниша «Беларусь памятая» с именами 111 Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы – уродженцев Гомельской области. Яго стваренью попередничала доследшая работа, якую провели активисты Союза Молоди. У центру уваги – подробязности биографии людей, яких без перебольшования можно назвать гонором краины. Итогом нашей акции, нашего марафона станет создание национального альбома памяти «Родные лица Победы» и полотниша «Освобождение». Полотнище пронесут 3 июля во время праздничных мероприятий по проспекту независимости. И оно будет передано в Музей истории Великой Отечественной войны. Программа «Марафону» насыщенная и разностайная. У ее и выставы боевой техники, и фестиваль на открытым поветре, центральное место – работе интерактивных плясовок, фотозоны, мастер-класс по оказанию первой медицинской допомоги и экспозиция, просвеченная солдатам минулых годов. Интересно всем представителям граждан, которые у нас участвуют в встрече «Марафона-75». Связано это с тем, что непосредственно здесь они могут воочию посмотреть на эпопейные образцы советского вооружения, пистолет-пулемет «Шпагина», ручной пулемет «Дегтярева», пулемет «Максим» и непосредственно через личный контакт почувствовать, что вынесли наши воины советской армии в годы Великой Отечественной войны. На еще одной плясовце працуют волонтеры руху «Доброе сердце». Их пропонова зарабить своими руками паштовку и написает на ей слово подяки солдату-вызволителю. Тут шмат маленьких эмельшан, оказывается им так само, ей что сказать своим родным удельникам Великой Отечественной. Организаторы «Перакананы» такая плясовка не только элемент патриотичного выхования, и она дозволяя очуть совесть поколению. Предлагаем сделать открытки, какие-нибудь пожелания, потому что это очень значимое событие для нас. И детки могут своим родителям подарить бабушкам, дедушкам, если у них еще есть прабабушки и прадедушки, тоже им, ну, чтобы как-то порадовать людей. Открытый диалог «Беларусь памятая» проходит по всем маршруте марафону. Его задача – сбор материалов для республиканского альбома «Беларусь памятая» и обмен в опытом патриотичной работы с молодцем. Непосредственно на гомельшине гэта вела и аутопробеги по местам боевой славы. Квест гульный по теме Великой Айчынный с наведыванием военных помняков. Причым у областном комитете БРСМ запэлниваюць – гэта работа протягнется и далей. И навыд называюць запланованные акции. Триотический турслёт межрегиональный. Там будут принимать команды молодежи с других районов. И вся тематика этого турслёта будет посвящена именно Великой Отечественной войне. Также в Жлобине у нас проводится акция «Военный платок». будет проводиться, в рамках которой также оставляем пожелание память о героях Великой Отечественной войны, которые будут потом сшиты в единое полотно. Депутаты Гомельского областного совета сёння разледзели питания социальной обороны и садзенничания занятостей насельництва. При этом поле зроку оказались розные категории громадян, які мают потребу до помозы от беспрацованных до инвалидов. Об чём конкретно ишла размова, ведая Олег Синцерову. У мытых принятия оперативных решений по забеспечению занятости населенства на Гомельщине проводится что-то дневый мониторинг, его выникли свечи. Ситуация мает становчивую динамику. За два прошлых годы колькость беспрацованных снизилась больше на полову, предначасовым повеличением колькости пропонуемых вакансий. Вся рот области Беларуси на Гомельщине у уровня беспрацовья один из самых низких. Иншая справа, что частка людей уже устрачивала на вот эти минимальные просованные навыки, которые не окремела. Некоторые специальности стали неактуальными. В связи, с чем продовольствуются первые навыки, такой макшимостью крестаются кля 6% беспрацованных. У некого есть проблемы со здоровьем, которые не дозволяют працовать по пропонуемых профессиях. Особливо актуально это для инвалидов. По час работы сессии агучаются основные причины такой ситуации – низкий профессийный узровень и низко квалифицированные пропонуемые работы. А про чатаго частка керунько предприемства, по кольу вогули, невелим им тнется працавладковать эту категорию. Не каждый готов делать поправку на состояние здоровья. Потому что здесь сейчас в республике вырабатывается комплекс мер по стимулированию нанимателей к трудоустройству инвалидов. Ну и сейчас поставлена задача дойти до каждого инвалида и с учетом его профессиональных навыков состояния здоровья рассмотреть вариант трудоустройства при, конечно, желании самого человека. От пытаний у працеволоскования до социальной обороны. Тут так само целый комплекс пропонуемых для обмерхования пытанью от медицинской реабилитации до розыганасенства, до створения безбарьерного сяродья. У гэтом на керунку робится шмат, але и проблемы застаются. Перш за все, гэта тычится установки в жилых домах подъемных платформов. Иснуюча законодавства, отповедного финансования не предугледжуя новых подыходов под рабои системы оказания послуг так званым проблемным категориям, хворым на ВИЧ и туберкулез, людям без пыльного места джихарства, одиноким состарелым. У рамках державного социального заказа до помогу им при бюджетной финансовой потребции могут оказывать громадская организация у якости прикладу ветеранской организации. Только у гэтом годзе на финансоване проводимых ими мероприемцам продовлежено калет 280 тысяч рублей. В предварительном этапе проводится огромный мониторинг. И район, каждый, каждый исполком знает, какая более такая проблема существует в районе. И решают эту проблему совместно органы власти. Они подают заявку, конкурсную заявку, и тогда общественные объединения на конкурсной основе принимают участие. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Охарадшая и засушливая надборья у гэтая дни ускладняя працу предприемству АПК. Адпякоты пашкоджаной загинуло каля 23 с половой тысяч гектаров сбожжевых посевау. Больш заинших потерпели гомельские и лоевские районы. Найбольшь спрыяльная ситуация у Брагинским и Кармянским. Тут произошли опадки. Каб минимизовать страты, пашкоджаные посевы переводят в корм и убирают на зерний сенаж для живелого доуле. До того же закупка и перевозка корма унесет больше складанностей и выдатка, чем закупка сбожжа. Загинулшие палетки терминово пересеивают. Для этого створены достатковый запас на сене, устойливых до засухи культур. Просто сорга и сорга суданкового гибриду. На выходных обследовали посевы. Приезжали представители Министерства сельского хозяйства вместе с наукой. Смотрели порядка до 70% колосьев пустые. На тех площадях мы обследовали, которые повреждены. То есть ситуация к уровню прошлого года, конечно, в три раза полегче. Но все равно, если учесть то, что мы в прошлом году не добрали зерновых колоссовых и пользовались материальными резервами, республика нас выручала, то на сегодняшний момент мы это все должны еще и вернуть. Уличиваючи ситуацию минулого года, селит аграрии Гомельской области зарабили ставку на кукурузу. Я ее посевы повеличили практически вдвоя – с 60 до 113 тысяч гектаров, призначенных на зерне. При этом, коли сбоживая летость показали урожайность 20 центней розгектара, то кукуруза больше 50. Зараз господарки Гомельской области завершают нарыхтовку кормов первого укоса и сбирают урожая зимой свирепицы. Уже убрано 600 гектаров этой культуры. Урожайность складает 20 центней розгектара. В осень свирепицу будут высеивать по новой технологии, полосным способом, разом с зимами сбоживыми, что дозволит нарыхтовывать кормы в мае до початку засушливого лета. По городненных культурах план посеву практически выполнен. Зараз у господарков досевают горох. Для городненных засушливое лето не так критично, бояе у основным вырожают с подорожением. Помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович Шулейко откажет на питание Жихароу региона. Завтра он проведет правую линию у Гомельским областным выканавчим комитете. Выказать свои пропоновые обоскарги можно будет с 15 до 17 годин. Номер для сувязи у Гомеля – 33 12 37. Глубеня души народной. У Гомельским областным центры народной творчости открылась выстава национальных костюмов Жихароу Полессе 19-го, 20-го стагодзев. Это народная традиция Мазырского района. Штадионные и святочные комплекты прибыли у областный центр с Прутковского сельского дома культуры. В экспозиции 15 узоров жанучая и мужчинской вопротки. Особливостью Прутковского ладу были белые фартухи и кашули, расшитые розноколяровые ровнядзю. В орнаментах переважают рослинные мотивы – кветки, листья руж, ягоды и листья калины. Так упрыгоживали не только жанучую вопротку, а и мужчинские кашули. До 20-го стагодзе костюмы робились до матканки, а уже в середине 20-го стагодзе большую частку одень не шили с бавауняной або вауняной тканины промысловой вытворчасти. Выкористание новых тканин привело до заявления разных форм и оттенев в костюме. Например, на пофарбованную у однотонный колер спадницу нашивали каляровые стушки. При этом каждое такое упрыгоживание имел особливый сенс. Костюм рядом с нами вдовы, которая уже была готова, выходить замуж. То, что это костюм вдовы показывает голубые цветы, которые как бы как слезы изображали, а то, что она готова уже выходить замуж, это были красные розы, уже как бы любовь там уже начинается. Чаще всего, больше всего узоров использовали на рукавах и их вышивали в форме такого как бы креста, чтобы они защищали руки, то есть самое главное, у человека для работы руки были, у крестьянина тем более. На ведвольникам выставы обещают раскрыть все мантыку орнаментов и узоров. Зазернуть в глубине души народной можно до 17 липеня. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Жара и пожары в Гомельском районе и областном центре горят автомобили. Информация о возгорании микроавтобуса «Мерседес-Бенц» в агрогородке Поколюбичи поступила спасателям вчера днем. Горел моторный отсек автомобиля. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. Вероятнее всего, причиной стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Вечером того же дня спасатели выезжали на пожар гаража в Гомеле по улице Головачева. Огонь уничтожил автомобиль «Опель Вектор» 1995 года выпуска и повредил имущество в гараже. Возможной причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. А уже ночью в деревне Галеевка Гомельского района горел ВАЗ-2101. Автомобиль уничтожен. К пожару могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В пункте пропуска «Новая Гута» в рейсовом автобусе таможенники нашли семь старинных икон, скрытых от контроля. Раритеты перевозили в продуктовом ящике. Водитель автобуса сообщением «Одесса-Минск» пояснил, эти вещи ему передали в Киеве, а забрать должны были в Минске. Кроме икон в серебряном окладе там были спрятаны ордена Красной звезды и Трудового красного знамени. Для оценки и установления принадлежности вещей, категории культурных ценностей, их направили на экспертизу в таможенную лабораторию. Предполагается, что иконы написаны в дореволюционной России. Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в Гомеле на дороге «Восточный обход». По предварительной информации, мотоциклист на закруглении дороги не справился с управлением и влетел в припаркованный легковой автомобиль, в котором никого не было. 26-летний водитель мотоцикла скончался на месте. По факту возбуждено уголовное дело. Кража не удалась, но и за попытку придется отвечать. Житель Речевского района проник в кафе через крышу, нагрузил мешки спиртными напитками и продуктами питания и похищенное перекинул через тот же проем наружу. Шум привлек сторожа, незнакомцу пришлось бежать. Однако его быстро нашли оперативники. Вором оказался местный житель. Мужчина нигде не работал и ранее был неоднократно судим за кражи и поджоги как у нас, так и в России. Задержанный признался в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Оставайтесь на Беларусь4 и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. В стадии 16 команд разделятся на две группы по 8 в каждой. В группе А будут выступать Неман, Гомель, молодежная сборная Беларуси Ю-20, Локомотив, Могилев, Пинские Ястребы, Барановичи и Бобруйск. Группу Б составили Шахтер, Динамо Молодечная, Металлург, Лида Брест, Химик, Витебская, юниорская сборная Беларуси. С 1 по 14 августа участники сыграют между собой по одному матчу в один круг. Победители групп получат путевки в финал четырех турнира, где к ним добавится Минская Динамо и Юность. Откроется первая стадия турнира 1 августа. Гомель сыграет с Пинскими Ястребами. Матчи финального раунда пройдут 17 и 18 августа в Орше. В день открытия вторых европейских игр фан-зоне у Ледового дворца в Гомеле для болельщиков устроят яркое шоу. 21 июня за два часа до начала церемонии открытия домашней Европеады перед зрителями выступят спортсмены Гомельской области. Каратист Сергей Мартюхин, пятиборец Евгений Орел и олимпийский чемпион Афин Игорь Макаров. Прямо на сцене атлеты посоревнуются в скорости, меткости, точности, а также разыграют ряд полезных подарков для любителей активного отдыха и спорта. В 22.00 начнется прямая трансляция церемонии открытия вторых европейских игр, увидеть которую можно будет на огромном экране, установленном на сцене фан-зоны. Завершились финальные соревнования Республиканской универсиады по пляжному волейболу. В турнире участвовали 106 спортсменов из 29 учреждений высшего образования Беларуси. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина на соревнованиях представили студентки заочного факультета Анна Антасюк в паре с Екатериной Лисовской среди женщин. Женская пара стала серебряным призером универсиады. Среди мужчин гомельский вуз представляли бронзовый призер Беларуси по волейболу Дмитрий Майоренко в паре с победителем чемпионата и обладателем Кубка Республики Беларусь по волейболу Андреем Марченко. В финале мужская пара уступила спортсменам из столичного БГУИР. В Гомеле проходит мастер-класс по джиу-джитсу. События международного масштаба. Участие принимают спортсмены из Прибалтики и стран СНГ. Всего собралось около 70 участников. Приехали инструкторы, чтобы передавать свой опыт молодежи в программе мастер-класса изучение базовых основ. Как отметили инструкторы, уровень у гомельчан достаточно высокий. И если наши спортсмены продолжат изучать новые техники, успех будет близок. Люди, которые к нам сейчас именно на семинар приехали, они дают основу базы, с чего отталкиваться. И вот судя по тому, что на второй день что-нибудь показывают, мы понимаем, что да, база имеет огромное значение для борьбы. И вот эти нюансы, которые, казалось бы, несущественные, из чего строится в перспективе эта вся борьба, очень важна. Я думаю, больше всего не хватает новой техники, которая сейчас только начинает зарождаться в Соединенных Штатах. В принципе, на интернете есть какие-то видео или еще что-то, но нужно, чтобы был квалифицированный инструктор с высоким уровнем профессиональным, который может довести эту технику до более хорошего совершенства. Потому что, когда люди видят что-то на интернете, маленькие детали и на раз проскальзывают, и люди их не замечают. Поэтому новая техника под руководством продвинутого инструктора, я думаю. Я бы посоветовал пытаться выезжать за пределы страны как можно больше, потому что спорт в Беларуси только начинает развиваться. А в разных странах, даже того же самого бывшего Советского Союза, он намного более развитый уже. Поэтому я бы посоветовал как можно больше выезжать, выступать на турнирах международного уровня, чтобы, так сказать, развивать экспириенс. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Оставайтесь на Беларусь4.